Добрый день! Рад вас приветствовать на своем канале по изучению основ работы в Primavera P6. Сегодня продолжим изучать настройки интерфейса программ и будем рассматривать настройки таблицы представлений. Приступим! Запускаем Primavera. Можете открыть любой проект, который у вас есть, а можете и тот, который мы рассматривали в предыдущих видео. Я открываю проект с предыдущих видео. В окне таблицы представления нажимаем правой кнопкой, выпадает диалоговое окно свойств. В окне свойств выбираем колонки. Открывается окно со всеми столбцами, которые можно отобразить в таблице представления. Данное окно можно расширять для более удобного восприятия и чтения столбцов. Давайте добавим столбец из R и складки общие. Добавлять, убирать столбцы можно нажимая на черной стрелочке, а также нажав на него дважды. Причем столбец добавляется после того, который выделен в правом окне. Но также можно перетаскивать столбцы, зажав левую кнопку мыши. Кстати, для поиска наименования нужного столбца не обязательно прокручивать весь список. Можно воспользоваться поиском, как в большинстве программ Windows, через нажатие клавиши Ctrl-F. Поступные столбцы для отображения в таблице представления работы и ресурсов и ESR немного отличаются. Нажимаем ОК. Ширину столбцов можно менять как в Excel по ширине значения, дважды нажав между столбцами. Или зажав левую клавишу мыши, изменить ширину столбца. Следующая настройка это нумерация строк. Включается и выключается просто нажатием в выпадающем списке. Следующая настройка шрифт и строки таблицы. Здесь мы можем выбрать шрифт, который нас устраивает, высоту букв, цвета таблицы представления и букв. Надписи диаграммы Ганта не определяются из-за отсутствия в данном шрифте таких русских букв. Вернемся к стандартному отображению, нажав кнопку по умолчанию. Далее видим, как настраивать высоту строка и количество линий в строке. Установить галочку «Показать иконки», в нашем примере в самой верхней строке показывается иконка папочки. Восстановим все по умолчанию и нажмем «Ок». По настройке фильтров я сниму отдельное видео. Прежде чем перейдем к настройкам, группировка и сортировка, посмотрим на функцию «Свернуть все», «Развернуть все» и «Свернуть до». В нашем проекте всего два уровня «Сверх», так что нам программа предлагает только два уровня «Сворачивать». Приходим к настройке «Группировка и сортировка». Данное окно также можно расширять, сужать для удобства просмотра. Уберем галочку «Напротив показывать групповые итоги» и нажмем «Применить». Как видно, на зеленых и синих строках исчезли итоги. При постановке галочки на общий итог появляется дополнительная верхняя строка всего, где указаны итоговые значения всего проекта. При постановке галочки «Напротив только итоги» все работы исчезают из отображений, показываются только итоговые строки. При постановке галочки «Напротив уменьшать вертикальные линии группировки» линии слева становятся тоньше. Следующая большая настройка «Группировать по». Здесь можно выполнить группировку по 20 параметрам. В первой колонке можно выбрать кучу параметров для группировки. Все их не будем рассматривать, я только покажу, как пользоваться этой группировкой. В колонке «До уровня» выбираем вместо «Все» двойку. Так как в нашем проекте только два уровня SR, то показываются все работы и SR. При выборе единицы показываются только верхние уровни SR и все работы. Снятие галочки в колонке «Отступ» переводят все SR в один уровень. При выборе «Все» в колонке «До уровня» мы не можем в колонку «Группировать до по» добавить дополнительные условия группировки. Выберем три уровня по SR и в пустой строчке «Группировать по» добавим новые условия группировки «Календарь». Нажимаем «Применить». Теперь видим, что помимо SR работа группируется по типу календаря. Для рассмотрения колонки «Интервал группировки» добавим еще условия группировки. Плановая общая стоимость. Теперь колонка «Интервал группировки» стала активной. Изменим значение «Нет» на 10000 и нажимаем «Применить». Теперь работа группируется не только по SR и календарю, но и плановая общая стоимость с шагом 10000. В колонке «Шрифт» и «Свет» можно выбрать цвет и шрифт полос группировок. Удалить группировки можно выбрав группировку и нажать клавишу «Дарет» или кнопку «Удалить в окне». Параметры колонки «Разрыв страницы» будет виден только при печати. Каждый из уровней группировки, если поставить галочку, будет печататься на отдельном листе. Для того, чтобы показать функцию «Скрыть пустые», добавим несколько уровней SR без работы. Переходим назад во вкладку «Операции». Примовер немного глюканул и показывает добавленный SR. Поставим в колонке до уровня цифры 4. Теперь все SR показываются. Вернемся на третий уровень и поставим галочку напротив «Скрыть пустые». Как видим, SR, которые не содержат работы, исчезли от отображения. Также можно будет в дальнейшем при использовании фильтров скрывать пустые группировки. Галочка напротив «Сортировки блоков заголовков по алфавиту» выстраивая группировки по алфавиту. В блоке названия будут показываться имеющиеся названия, идентификаторы, годы и блоков группировки. Нельзя сделать так, чтобы ничего не показывалось. Все настройки рабочей области можно сохранить как новый макет или использовать макеты предустановленной программы. На этом рассмотрение настроек таблицы и представление завершаем. Спасибо за ваши комментарии и подписки. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова